Всем привет! Сегодня на нашем полезном канале добавляется еще одно полезное видео Как электрифицировать свой велосипед Наверняка вы, уважаемые зрители, хоть раз в жизни задумывались над тем, чтобы добираться на работу или просто по делам Не на автобусе и даже не на автомобиле, а на велосипеде А еще лучше на электровелосипеде Ведь как это приятно! Сел, нажал на ручку газа и велосипед тебе сам везет Быстро, экологично, не нужно изо всех сил нажимать на педали А главное, довольно дешево, особенно по сравнению с бензином Так как же электрифицировать свой велосипед? Цель этого обзора обобщить множество интернет-ресурсов, которые я перечитал, пересмотрел Чтобы рассказать вам, дорогие зрители, максимально четко и ясно Как подойти к вопросу электрификации велосипедов? Особенно полезно, думаю, это видео будет для тех, кто ни разу не сталкивался с данной темой и задумался об этом впервые И в первой части мы рассмотрим выбор аккумуляторов Аккумуляторы бывают нескольких типов К примеру, свинцово-кислотные, литиевые Литиевые аккумуляторы стоят весьма дорого Там речь идет о 8, 10, 12 тысячах гривен Мы остановимся на рассмотрении более бюджетного варианта свинцово-кислотных аккумуляторов Нас интересуют именно тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы Они отличаются от аккумуляторов автомобильных тем, что могут выдавать довольно большой ток в течение довольно длительного времени Точнее, можно сказать, весьма длительного времени Пока не разрядится, собственно говоря Автомобильный аккумулятор для такой работы не предназначен Он может выдать большой ток, да, но в течение короткого времени Конечно, так сказать, народные умельцы используют и автомобильные аккумуляторы вместо тяговых Но ожидать, что такая конструкция, такой велосипед будет особо хорошо работать, не приходится Как выбрать аккумулятор? Во-первых, мы уже сказали, нужен тяговый аккумулятор Во-вторых, желательно, чтобы аккумулятор был гелиевый Чтобы он мог работать в разных положениях И наклоном, и даже перевернутым Ведь всякое бывает с велосипедом Есть еще аккумуляторы, в которых электролит, как объяснял один продавец Залит в особые контейнеры, сделанные, кажется, из стекловолокна Так что такой аккумулятор может работать и в наклонном положении, и в любом, главное, не вверх ногами Далее, нужно определиться, сколько ампер-часов должно быть в вашем аккумуляторе Ампер-часы – это его емкость Если у аккумулятора 8 ампер-часов, значит, теоретически, он может выдавать 1 ампер в течение 8 часов Аккумулятор 12-ти вольтовый Соответственно, 1 ампер умножить на 12 вольт получается 12 ватт Вот и выходит, что он может выдавать 12 ватт в течение 8 часов непрерывно Конечно, для электровелосипеда нужны большие мощности, но это я рассказал просто, чтобы объяснить сам принцип того, что такое ампер-часы Когда вы выбираете двигатель, вы смотрите, какой у него вольтаж Если, к примеру, 36 вольт, соответственно, вам нужно 3 аккумулятора по 12 вольт А насколько они должны быть ампер-часов, зависит не только от того, как далеко вы хотите ездить от одной зарядки Но и от того, какой мощности ваш электродвигатель или мотор-колесо К примеру, если ваш электродвигатель, скажем так, стандартный, 36 вольт, 350 ватт Значит, с аккумулятора он будет максимально брать примерно 9 с небольшим ампер Соответственно, вам желательно купить аккумулятор хотя бы на 10 ампер-часовый, еще лучше на 12 Однако, на практике используют аккумуляторы для такого вот тока, используют аккумуляторы и 8 ампер-часовые Конечно, они будут в ускоренном режиме разряжаться, это им далеко не пойдет на пользу Но, тем не менее, используют для того, чтобы брать 16 ампер, используют 12 ампер-часовые Это делается потому, что свинцово-кислотные аккумуляторы весьма прилично весят Один 8 ампер-часовой аккумулятор весит примерно 2,5 килограмма Речь идет о том, который используется в качестве тягового Может так использоваться Соответственно, три аккумулятора утяжелят ваш велосипед примерно на 7,5 килограмм Если же говорить о 12 ампер-часовых аккумуляторах, то они весят уже примерно 4,5 килограмма Умножаем на 3, получается довольно внушительная цифра Что уж говорить о 20 ампер-часовых аккумуляторах, которые весят около 7,5 килограмм Естественно, подбирать себе аккумулятор вы будете еще исходя из ваших финансов Интересно, что на украинском рынке, это сейчас лето 2016 год Я обнаружил интересную тенденцию, что аккумуляторы на 8 ампер-часов покупать выгоднее, чем аккумуляторы на 12 ампер-часов Скорее всего, это потому, что 12 ампер-часов там все-таки более толстые пластины и весят они больше Соответственно, стоят дороже Ну и, насколько я понял эту всю теорию, чем толще пластины, тем более, так сказать, тяговым является аккумулятор И лучше будет переносить длительные нагрузки Итак, подытожим Если вы остановились на бюджетном варианте Вам следует купить свинцово-кислотные аккумуляторы Тяговые и желательно гелевые Рассчитав, какой ток будет брать ваш мотор из этих аккумуляторов На этом конец первой части Если эта информация вам пригодилась, не забывайте ставить лайк Ну и, конечно, подписываться, чтобы не пропустить следующие части В которых я собираюсь рассказать о том, как подобрать электромотор для вашего велосипеда на любой вкус и кошелек